В эфире Диспозиция. Это Гагарин. Поехали. Акис-водки с фронтов. Звучат сообщения о перемещениях солдат и оружия НАТО в Европе. Пентагон направляет около двух тысяч солдат в Румынию, Польшу и Германию. Увеличится до 400 человек военный контингент Канады в Украине. Эстония проводит учения, где, внимание, с целью развития навыков действий в зимних условиях, вместе с хозяевами будут работать французы и британцы. Всего около полутора тысяч человек. В Эстонии зима больше, на нашу похожа. Вот и решили подружиться с генералом Морозом гости. По некоторым причинам. Не останется безучастной при таком движи, конечно, Латвия. Она отправит в Киев инструкторов. Надеюсь, тех, которые остались без работы после Афганистана. Чувствуете, как улыбнулся Безоченко? Так ведь и Варшава в передовиках позабыта после кризиса с беженцами. Министр обороны Мариуш Блащак восстал, да оригинально и радостно отреагировал на милитаризацию региона. Хорошие новости. По моей просьбе, Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование. Переносные зенитно-ракетные комплексы «Пайрон» и боеприпасы. Мариуш Блащак. Министр обороны Польши. Ну уж если заимствовать риторику, то на такие хорошие новости есть еще более хорошее. В Беларусь прибыли подразделения комплекса С-400 «Триумф». Эта система прославилась не только непревзойденными характеристиками, но и тем, что способна одним своим присутствием рассорить НАТО. Как это случилось с Турцией, закупившей ЗРК вопреки позиции США. Теперь «Триумфы» в Брестской области контролируют, ну в общем, они как бы парочку стран контролируют вместе с инструкторами. Что интересно, наверное, больше для экспертов, С-400 с Дальнего Востока включены в контур единой региональной системы ПВО союзного государства. Произошлось и впервые, но без единой заминки. А ведь военные сейчас только разминаются перед активной фазой проверки. Я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Но все заметили, что мы немало техники передислоцируем с Россией в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пошли, чтобы вместе со своими россиянами, с братьями своими подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас. Есть любопытное выражение. Мир – это когда стреляют где-то в другом месте. Запад всегда следовал этому правилу. Но теперь не получится. Очаг раздора в Европе. Если громыхнет, загорятся все. И есть все-таки надежда, что понимание вот этого нового правила поможет таки партнерам снисходительно забыть о своей воинственности.